Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. В данном случае речь пойдет про японское 5-е поколение. Проем для маленького автомобиля довольно широкий. И, конечно, это бюджетная машина у себя на родине, поэтому мягкого пластика вы здесь не обнаружите вообще нигде. Третий пассажир здесь не особо-то разместится в силу хотя бы небольшой ширины салона. Если вы хотите приобрестись для себя компактный экономичный городской хэтчбэк из Японии без пробега по России, скорее всего, вы будете смотреть модели с вариаторной коробкой передач. Ведь последние годы автопроизводители конкретно переориентировались на выпуск именно таких трансмиссий. Но не все. Есть исключения и из этого правила. И сегодня мы представим вам один из вариантов автомобиля на классическом автомате, которая выпускалась у себя на родине с 2016 по 2023 год. Вариантов моторов в Японии у этого свифта было несколько. Самым малообъемным был 1-литровый турбомотор на 102 лошадиные силы. Вот он-то как раз и сочетался с автоматической шестиступенчатой КПП. Далее, мотор атмосферный объемом 1,2 на 91 лошадиную силу в сочетании с механикой либо вариатором. Также были гибридные версии. Условно мягкие гибриды на старт-стопе и гибрид, способный передвигаться сугубо на батарее, где использовалась уже роботизированная коробка передач. Ну а самым мощным вариантом для Японии был двигатель 1,4 литра на 140 лошадиных сил в сочетании с классическим АКПП либо механикой по типу привода. Такие свифты могли быть и полноприводными тоже. Наш сегодняшний экземпляр 2016 года. Пробег по Японии 77 тысяч километров, 1 литр, 102 лошади, турбина, автомат, передний привод. Пятый свифт. Машинка компактная. Длина этого хэтчбэка 3 метра 84 сантиметра. Ширина 1,69 метра, а высота 1,5 метра ровно. Колесная база 2,43. Радиус разворота очень маленький, 4,8. Поснаряженная масса до тонны. 930 килограмм для конкретной комплектации. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у этого автомобиля заводская краска лежит в диапазоне от 65-67 до 100-105 микрон максимум. Окрашен свифт довольно тонко. Никаких алюминиевых или пластиковых панелей этому бюджетному автомобилю не полагается. Кузов полностью стальной. Обзор внутреннего пространства хэтчбэка начнем с багажного отделения. Доступ, куда нам открывает крышка, снабженная электрозамком. Проем для маленького автомобиля довольно широкий. 91 сантиметр по средней части. От фальшпола багажника до крыши 86 сантиметров. Неплохой показатель, способный поспорить со многими универсалами. Ширина багажника по полу метр ровно, и она неизменная на протяжении всей глубины. Расстояние от заднего борта до спинки заднего сидения в данном случае 67 сантиметров по полу. Задние сидения складываются, пусть они в ровный пол, а ступенька, кстати, получается довольно ощутимо высокая, сантиметров 15. Длина по полу в этом случае увеличится до метра 32. А максимальная длина груза, которую можно перевести здесь, просунув между передними креслами и уперев в переднюю панель, 230 сантиметров. Что касается дополнительных моментов интересности по багажнику, то это по сути только плафон с левой стороны на боковой панели. Там же есть крючок, на который можно подвесить пакеты, чтобы содержимое не рассыпалось по всему багажному отделению. С правой стороны за фальшпанелью скрывается домкрат. А под фальшполом в данном случае вместо запасного колеса даже в формате докатки располагается только пенопластовая емкость со штатным инструментом и ремнобором при проколе колеса. Ну а теперь салон свифта пятого поколения. Конечно, это бюджетная машина у себя на родине, поэтому мягкого пластика вы здесь не обнаружите вообще нигде. Но фактура выглядит симпатично, и если по нему не стучать и лишний раз его не трогать, то все выглядит очень пристойно. Дизайн панели интересный и, что немаловажно, эргономичный. Приборная панель в данном случае аналоговая. Спидометр, тахометр, указатель уровня температуры, что редкость для автомобилей такого поколения. Класса и указатель уровня топлива. Все они обычные стрелочные. Посредине присутствует цветной дисплей бортового компьютера, на который выводится масса различной полезной информации. Что касается пространства в салоне, в этой маленькой машине быстро удается устроиться за рулем удобно. Даже с моим ростом в метр восемьдесят шесть. Рулевая колонка здесь регулируется в двух плоскостях по наклону и по вылету, причем в огромном диапазоне. То же самое касается регулировки водительского сидения. Если я отодвигаю его максимально назад, я могу просто вытянуть левую ногу в колене полностью и не смогу дотянуться носком до моторного щита. Запас пространства там остается весьма солидный, поэтому у рослых водителей с посадкой в этой машине проблем точно не будет. Рулевое колесо в данном случае очень удобное. У него скошенная прямая нижняя часть и здесь присутствует блок клавиш для управления магнитолой, громкость выключения звука, а также клавиша переключения меню бортового компьютера. Подрулевые переключатели на своих местах пользоваться удобно, переключаются тихо, без противных пластмассовых щелканий. Также предусмотрены подрулевые лепестки для смены передач автомата в ручном режиме. На дверной карте справа стандартный блок стеклоподъемников. Кнопка запуска остановки двигателя этот автомобиль с бесключевым доступом располагается под дефлектором вентиляции с правой стороны. Внизу справа большое количество заглушек, среди которых приютилась клавиша выключения системы стабилизации. Доминирующее место на панели занимает магнитола, в данном случае двухдиновая, с большим монитором. Оригинально реализована панель климат-контроля, выглядит очень симпатично и удобно в использовании. Здесь есть дисплей, это автоматический климат, правда, однозонный. Температура и обороты регулируются при помощи удобных поворотных рукояток. Все остальные клавиши режима обдува, выключить климат, кондиционер и переключение забора воздуха внутри и снаружи, все стоят отдельно друг от друга. Они органично вписаны в эту консоль и пользоваться ими удобно, даже не отвлекаясь от дороги. Внизу располагается 12-ти вольтовая розетка и рядом с ней аналогичная по форме заглушка. Возможно, в некоторых комплектациях здесь будет что-то дополнительно. Селектор коробки передач, прямая прорезь и курок. Плюс есть отдельное положение для ручной смены передач. Также редкость для японских автомобилей внутреннего рынка, но вполне привычная реализация для автомобилей Suzuki, это наличие здесь одного-единственного подогрева водительского сидения. В старших комплектациях их будет уже два. Ну и ручник самый обычный, механический. Что касается полочек, подстаканников и прочих мест для хранения, центрального бокса здесь нет. Под рычагом стояночного тормоза маленькая полка, куда можно бросить что-то плоское и некрупное, например, карточки. Перед селектором коробки передач два квадратных подстаканника и широкая плоская полочка. С обратным уклоном, куда можно бросить мобильный телефон и никуда он оттуда уже не денется. Основной бардачок у этого автомобиля очень маленький. Документы формата А4 войдут сюда только сложенные вдвое и вдобавок почти впритык по ширине. Футляра для очков на потолке нет, а внизу дверных карт присутствуют узенькие кармашки, передняя часть которых предусматривает размещение бутылки с напитком объемом не более 0,5 литра. Что касается обзорности, с обзорностью по бокам все в полном порядке. Боковая линия остекления плюс-минус стандартная. Здесь крупные зеркала, пользоваться ими достаточно удобно. Впечатления от обзора вперед чем-то напоминают мини-купер. Здесь такой же большой нависающий козырек крыши, такие же практически вертикальные стойки лобового стекла, ну и капот-невидимка в данном случае. При любом положении кресла передний габарит автомобиля вам просто придется запомнить. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места сзади, благодаря короткой колесной базе, его естественно здесь немного другого ожидать было бы тяжело. При росте метра 86 и моей собственной регулировке я, конечно, уперся коленями в спинку сидения. Правда спинка здесь мягкая и большого дискомфорта это не вызывает. Зато под передними креслами очень большой запас пространства по высоте для ступней. Есть центральный тоннель на полу, но третий пассажир здесь не особо-то разместится в силу хотя бы небольшой ширины салона. При этом заднее сидение полностью плоское, как спинка, так и подушка. Никакого дополнительного подлокотника не открывается, только подлокотники на дверных картах. Здесь они пластиковые, жесткие и узкие. Запас пространства над головой практически впритык, но он есть. Никакой регулировки спинки по наклону не предусмотрено, а из удобств для задних пассажиров, разве что подстаканник за рычагом стояночного тормоза и небольшой подбутыльник, выштампованный внизу дверной карты. Ну а теперь про силовой агрегат конкретного экземпляра. Под капотом этого свихта располагается трехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Наименование Booster Jet, а индекс K10C. У этого двигателя два верхних распредвала. Гидрокомпенсаторы не предусмотрены. Привод ГРМ цепной. Блок цилиндров изготовлен из алюминия. Этот двигатель выдает 102 лошадиные силы и 150 мм крутящего момента. Весьма неплохой показатель для столь легкого автомобиля. Мотор экономичный и обеспечивает машине неожиданно хорошую динамику. Что касается надежности, то свои 200 тысяч с небольшим этот двигатель выходит практически железно. Но стоит помнить о том, что на таких моторах масло нужно менять почаще, чем на атмосферных вариантах. 5000 км вполне нормальный регламент его замены. В паре с этим двигателем работает классический шестиступенчатый гидромеханический автомат Син ТФ-73СЦ. Эта коробка помимо свифта для Японии также ставится на автомобиле Сузуки Витара для европейского рынка, на Шангань ЦС-35, а также на экзотический Саньонг Тиволи. Трансмиссия относительно новая. Выпускается с 2015 года и зарекомендовала себя крайне надежным агрегатом. Ресурс 300 тысяч километров пробега плюс ей вполне по силам. Интервал замены масла 60 тысяч километров. Коробка не любит грязного масла, ей противопоказаны частые долгие пробуксовки. Ну а в остальном агрегат весьма хорош. Ну а теперь про дорожный просвет. По каталогу, кстати, для этой модификации свифта он очень маленький, всего 120 миллиметров. Вооружимся рулеткой, проверим так ли это. Самая низкая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека и до нее от асфальта всего 11 сантиметров. Поэтому нужно быть предельно осторожным, прежде чем пропускать какое-либо препятствие вообще между колес. Передний бампер при этом чуть повыше. 16 сантиметров к бордюру припаркуется. До порога за передним колесом 16 сантиметров. В задней части 18. А задний бампер в 25 сантиметрах от асфальта. Поэтому если поребрик слишком высокий, подъезжайте задним ходом. Кстати, ниже этого габарита здесь вообще ничего не свисает. И даже срез выхлопной трубы тут не мешается. Что касается подвески этого автомобиля, то она реализована по традиционной для бюджетных маленьких машинных схеме. Передняя подвеска типа Макферсон шаровой опоры в данном случае меняются вместе с передними рычагами. Во всяком случае, изначально по задумке производителя. Стабилизатор поперечной устойчивости очень плотно упакован на подрамник. И подобраться к нему без демонтажа подрамника здесь будет невозможно. Рулевая рейка электрическая. Проблем с протечками гидромагистрали, соответственно, тоже не будет. Антикоррозийной обработки по днищу здесь чуть больше, чем можно видеть, например, на Фонде Фит для японского рынка. Но в любом случае это в основном шовный герметик. Правда, достаточно основательно нанесенный. Также у этого автомобиля, что нечасто встречается на компактных машинках, есть пластиковая защита на днище. Закрывающая, по сути, большую его часть. Однако металл порогов не имеет вообще никакой антикоррозийной обработки. Изначально, если вы планируете долгое время эксплуатировать такой автомобиль в регионе, где зимой используются реагенты в больших количествах, озаботьтесь с дополнительной защитой сразу. В задней части автомобиля располагается топливный бак объемом 37 литров. Бак пластиковый, а вот его заливная горловина нет. Она из металла и на возрастных машинах будет желательно поглядывать на ее целостность. Задняя подвеска простейшая, это балка, два сайлинблока, до втулки на амортизаторах по большому счету нечему выходить из строя. Пружины и амортизаторы сзади стоят отдельно друг от друга, а вот задние тормоза на этом компактном автомобиле дисковые, в отличие от многих аналогов от прочих производителей. Кстати, что касается антикоррозийной обработки, в данном случае достаточно плотно закрыт все тем же герметиком тазик багажника. На всех же прочих участках кузова лишь шовный герметик в очень скромном количестве. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Suzuki Swift в версии RS. Это пятое поколение модели для внутреннего японского рынка. Машина 2016 года выпуска, литровый турбомотор на 102 лошади, обычный автомат, передний привод и пробег 77 тысяч километров по Японии. Если у вас была или есть такая машина, и вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть чем с нами поделиться и в чем поправить, пропишите все это в комментарии. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на подъемнике, всю доп. информацию по машине, включая стоимость, уточняйте по телефону, он указан в описании, на нем же есть ватсап, пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Спасибо за просмотр, пока!